Тумановый дом Добрый день! С вами Добрый дом! Я не случайно сделала акцент на слове «добрый». Год у нас необычный. Год собаки. И доброта, и дом – всё это в этом году собаке крайне необходимо. И тогда она будет нас любить, и нам будет сопутствовать удача. И есть в этом году у нас с вами новость. В прошлых передачах года два назад мы рассказывали о детских песнях из музыкально-поэтического сборника «Раз, два, три песенки». Там 18 песен, и мы так были рады этому обстоятельству. Все песенки спели дети, у нас есть минусовые фонограммы, у нас есть раскраски для детей. Всё было здорово, замечательно. Потом неожиданно перевели песни на немецкий язык. И мы тоже об этом сказали. И очень радовались, и думали, ну какие мы молодцы, всё сделали. Но за этот период, пока мы с вами не встречались, песенки теперь поют на итальянском языке. И это очень важно. Для меня как автора – это ура, колоссальная победа. Я рада. И хочу этой радостью с вами поделиться. Мы долго работали, искали вокалистов, больших, маленьких, девочки, мальчики. Выстраивались на кастинг, чтобы получить такую возможность спеть для нас песни для нашего сборника на итальянском языке. Про нас даже написали статью в журнале. Причём общество собак, а год у нас непростой. Значит, мы всё делаем правильно. Ну вот, и наши труды не остались незамеченными. Наши песни услышали, а книгу выпустило издательство в Италии. И теперь её можно купить по всей Европе, в любых книжных магазинах. Вот, пожалуйста. Вот такая вот книга теперь продаётся в Европе на итальянском языке. Речь в этой итальянской книге пойдёт о добрых семейных традициях. Здесь домашние животные, кошки, собаки, друзья, мама с папой. Наша любимая природа, зима, лето, кот, который уехал в отпуск. Обо всём об этом с большой любовью спели итальянские дети. И мы можем с вами это не только услышать, мы можем это увидеть, потому что был концерт, на который пригласили меня. Я сидела в зрительном зале, а дети пели мои песни на итальянском языке. Давайте посмотрим и послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Да, я много говорю о добрых семейных традициях, но я никак не ожидала, что именно в Италии так меня здорово поддержат в этом вопросе. У меня была песня на русском языке «Мама сбежала». И я думала так, это очень правильно, потому что мамы иногда устают, и им хочется отдохнуть. Но в Италии случился просто целый криминальный сюжет. Все педагоги, все дети говорят, хотим петь песню про маму. А переводчик, сейчас мы с вами посмотрим, да, у нас переводы делали замечательные способные люди Адольфо Тавани и Лариса Юдина. Переводчик говорит, не могу я вам никак перевести эту песню, потому что наши семейные традиции будут против, будут недовольны мамы, бабушки и дедушки, потому что мама не имеет права убегать из дома. И когда я об этом узнала, ну, только улыбнулась, я сказала, что ничего страшного, через три минуты я вам пришлю другие стихи. Я выполнила свое обещание, была очень горда собой. Мама осталась дома, мама никуда не убегала. Она сидела, готовила вкусные пирожки, ждала папу с работы и занималась с маленькими детьми домашними заданиями. Все, все традиции были соблюдены. Вот я вам в двух словах рассказала разные интересные истории, которые со мной приключились в Италии. Но через месяц после того, как вроде бы все страсти улеглись, мне пришло письмо с приглашением в Центральную библиотеку Рима. Для того, чтобы я рассказала об этом уникальном проекте на разных языках для детей и подростков. Проекте, в котором есть иллюстрации замечательные, проект, в котором есть фонограммы минусовые, дети могут петь самостоятельно. Поступило приглашение. Ну, вот вы видите, у меня чемодан всегда под рукой. Я быстро собралась, взяла билеты на самолет и уже на следующий день была в Риме. А что там происходило, вы это сейчас увидите. Это наш сегодняшний день. То, что нас окружает и то, что несет хорошие, добрые традиции. Это наша семья и все вокруг нас, вот именно в тот момент, когда мы сейчас живем. Да, Италия, Италия, моря, солнце, даже горы. Невозможно в двух словах, конечно, описать и передать эту атмосферу, но, надеюсь, у меня немножко получилось. Мне даже хотелось по-итальянски петь и говорить, но, к сожалению, еще не успела я выучить этот прекрасный язык сама. Поэтому я рада, что мы с вами столкнулись с этой культурой, послушали, как поют дети, окунулись в эту атмосферу. До новых встреч! С вами была я, Ирина Туманова. Ставьте все хорошо, я вам отвечу. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok